МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2016 год для саянского пласта стал непростым периодом. Напомним, основными проблемами уходящего года для саянского пласта были перебои с поставками этилена с ангарского завода полимеров, а также невозможность заключения долгосрочного договора как по цене, так и по объемам поставок этилена с компанией «Роснефть», что не позволяло руководству химпласта планировать работу завода в части производства и реализации продукции, а также развитии предприятия. Спор компаний длился еще с начала года, когда они не смогли согласовать условия поставки сырья. И, конечно, на эти достаточно сложные для нас события наложилась и проводимая в 2016 году оптимизация нашего коллектива. То есть одновременно пришлось решать в непростых условиях несколько достаточно сложных задач. Но, несмотря на то, что из-за простоя мы существенно просели в объемах выпуска нашей продукции, тем не менее мы сохранили всех своих потребителей, сохранили свою долю на рынке, во многом благодаря тому, что качество нашей продукции по-прежнему соответствует самым высоким требованиям наших потребителей. И они были готовы, скажем, в определенный момент времени ждать, когда мы выйдем на хорошие показатели по объемам, не переходя к другому поставщику, так скажем. Это, на мой взгляд, очень важный аспект. Работа в непростом для предприятий режиме с остановкой производства привела к ряду вопросов, которые необходимо было решать в оперативном порядке. Помимо этого, режим работы на низких нагрузках, остановки и последующие запуски, во-первых, крайне негативно влияли на работу оборудования, во-вторых, на настроение коллектива предприятия. Но, тем не менее, я полагаю, что нам с совместными усилиями удалось удержать достаточно высокий тонус внутри нашего коллектива. Трудовая дисциплина на достаточно хорошем уровне по показателям, скажем, прогулов и задерживания лиц в нетрезвом состоянии на лучшие статистики 2015 года. То есть это свидетельство, что коллектив отмобилизовался. Несмотря на то, что происходили достаточно сложные вопросы, связанные с изменением структуры организационных предприятий, когда менялись функции, менялись обязанности, менялись сферы ответственности. И мы видим, что это действительно процесс непростой. Вот создание наших трех блоков производственного, значит, ремонтного блока и блока активов, конечно, требует определенной притирки, поиска новых вариантов, скажем, эффективного взаимодействия, чем мы сейчас и занимаемся. Но, мягко говоря, идет доводка этой структуры. Понятно, чем этот вопрос вызван. Я бы еще просто хотел напомнить о том, что мы работаем в рамках реальной конкуренции, причем достаточно жесткой, которая усилилась, эта конкуренция после пуска завода к 100. Поэтому, конечно, режим работы наш и производительность труда должен быть таковы, чтобы мы не теряли своих позиций. Оптимизация, проводимая на предприятии, была направлена на повышение конкурентоспособности и, как отмечает руководство, требует в дальнейшем определенных усилий по повышению эффективности взаимодействия трех блоков для получения конкретного результата – экономического и производственного. Та динамика, которую мы наблюдаем последние полгода, когда мы заработали, говорит, что мы на правильном направлении находимся. Главное ведь в этой системе то, что мы постарались, изменяя организационную структуру, максимально убрать дублирование, не нужно совершенно сократить те моменты, где нет конкретной и понятной ответственности, так быть не может. Поэтому сегодня каждый работник нашего предприятия должен иметь в виду, что за спиной, в принципе, никого нет. Есть твой участок работы, и ты должен его делать так, как требует эта технология, как требует сегодняшняя экономика, как требуют твои партнеры по производственному процессу – слева или справа, или спереди, или сзади. Дублеров у нас теперь, можно сказать, нет. Деятельность всего коллектива должна быть направлена на выполнение единой задачи – устойчивая и безаварийная работа при хороших экономических показателях. Динамика действий и характер тех решений, которые принимаются, отмечает Николай Мельник, направлены именно на это. И руководство предприятия уверено, что поставленная цель «Хемпласт» добьется, тем более, что в наступившем году условия для застижения поставленной цели менее жесткие, чем в предыдущем. «Достаточно сложные переговоры, которые в течение всего года велись у нас с Роснефтью, более того, даже были перенесены эти споры на площадку Иркутского арбитражного суда, к концу года завершены. 27 декабря в «Санхемпласт» и «Роснефть» подписали в арбитражном суде мировое соглашение». Ни одна из сторон не получила то, чего желала в первоначальном варианте, отмечает Николай Мельник. Однако в настоящий момент найден компромиссный для обеих сторон вариант, где определены цена на этилен и объемы его поставок на ближайшие два года – 2017 и 2018. «Цены, конечно, будут меняться, исходя из рыночной конъюнктуры, но объемы «Роснефть» обязалась нам поставлять в таком количестве, в таком тоннажном выражении, как мы будем запрашивать сами. Минимальный объем определен, но сверх этого столько, сколько надо нам будет для производства, столько и будет поставлено. Это рыночный подход. Мы, можно сказать, впервые подходим к такой гибкой схеме. Наверное, какой-то опыт дополнительный мы обретем в течение 2017 года при работе в этих условиях. Поэтому в нашем мировом соглашении мы говорили, что заключая дополнительное соглашение по объемам поставок уже на 2018 год, мы учтем практику работы по этому мировому соглашению в наступающем 2017 году. Ну, по крайней мере, понятно, что у нас есть устойчивая сырьевая база и все, как говорится, в наших руках. В настоящий момент на будущее предприятие руководство Стоянским пласта смотрит с оптимизмом.